Здравствуйте, уважаемые коллеги! Представляю вам очередную налоговую новость. И на этот раз новость будет связана с последствиями по налогу на прибыль и страховым взносам при оплате жилья иногородним работникам. Именно данному вопросу посвящено письмо Минфина, реквизит которого вы видите. Применительно к налогу на прибыль Минфин указывает на то, что все зависит от того, как оформляются соответствующие расходы. В том случае, если они являются формой оплаты труда, то тогда такие расходы могут учитываться по налогу на прибыль в составе расходов на заработную плату, которая выражена в натуральной форме. Если же такого оформления нет и соответствующая оплата не отражена в трудовом договоре, то отсутствует основание для учета таких расходов по налогу на прибыль. Применитель к страховым взносам Минфин указывает на то, что для освобождения такой оплаты от страховых взносов необходимо, чтобы обязанность по обеспечению жильем была приописана в различном законодательстве, либо Российской Федерации, либо субъектов, либо в актах муниципальных органов. В том случае, если таких нормативных положений нет, то соответствующая оплата облагается в общеустановленном порядке. Таким образом, налогоплательщикам, работодателям, которые оплачивают жилье для своих работников, им необходимо принять во внимание данное разъяснение Минфина. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.